всем привет у нас четвертая часть обзора магнитофонов пионер пока следующие отвечаю сразу на вопросы будет будет потом и 2 диновые и 2 диновые без экрана и возможно потом будем снимать alpangio и все остальные магнитофоны сейчас у нас уже мы подбираемся к самой верхушке сейчас у нас 7 и 9 сегодня серия следующей серии у нас будут 80 и 99 то есть процессорные уже пионеры и на этом мы остановимся на 1 диновых устройствах потом будут 2 диновые и устройства других марок и так сегодня семерка девятка почему нет восьмерки восьмерка это та же семерка только с блютузом насколько я понял может какие-то минимальные изменения есть но у них даже восьмерки семерка инструкция одна на двоих поэтому мы восьмерку обзор не включили у нас ее тупо нету давайте рассказываю уже на самом деле у нас нет восьмерки поэтому и вот сегодня ее здесь нет у нас здесь 70 76 50 и 77 50 с предыдущая модель и новая модель и 94 50 96 50 сегодня мы подключим мы их посмотрим в чем разница лучше ли новое поколение магнитофонов чем предыдущая также чем они отличаются от 4 5 серии которые были в предыдущие в предыдущем обзоре почему нет 6 серии ответ очень простой я не знаю почему я шестой серии что серии вот ее просто нет нет 6 серии он не в продаже нигде не знаю где и купить что это такое разбираться в ней что серии нет те кто у кого была еще 6 серия 63 00 я помню что там что-то было с 9 по моему какие-то магнитофоны в общем не знаю может быть чуть позже там так вкратце коснемся ее но я так понимаю это какой-то промежуточная серия которую пионер тупо не знали что туда воткнуть потому что у нас здесь уже по сути но с огромной натяжкой идут добавление функции а цена растет давайте рассмотрим сегодня что у нас поменялось также я хочу напомнить мне недавно поругали говорят а что ты не говоришь никогда про ваши группы у нас есть группа ребята правильная музыка туда выкладывают только кайфовый проверенные треки ени игры и клубняк и все остальное то есть там можно зайти послушать музыку которую в тачках играет и громко и качественно у нас есть группа анти автозвук если вы рукожоп зайдите посмотрите как другие рука жопы делают если вы не рукожоп зайдите посмотрите как делают рукожопой по сметесь группа очень смешная и там очень много всего я если честно говоря пока 2000 создали я не знал что столько у нас говно инсталляции в стране есть посмотрите там можно просто усыкаться настолько некоторые люди делают халатный автозвук настолько нестандартные решения в общем оборжаться можно также у нас есть форум пожалуйста общайтесь между собой ребята меня уже на всех не хватает мне уже помогают люди там тема отвечает тоже его страницу уже засрали пожалуйста на форуме общайтесь и должны понимать на ну мы не закрывали личку ничего мы всем отвечаем но одни и те же вопросы ну начинаешь с ума сходить когда тебе в день заходят и 20 раз говорят подберите мне музыку на 50 тысяч это невозможно ну каждый день делать по нескольку раз пожалуйста заходите на форум там есть куча примеров установок на разный бюджет там и уже людей больше трех тысяч то есть это немало 3000 людей это форум активный живой подписывай регистрируйтесь там задавайте вопросы смотрите о чем люди общаются на форум заходите регистрируйтесь общайтесь друг с другом нас уже на всех не хватает ребята поймите у нас дай бог уже обработать там заказы претензии то есть какие-то моменты которые мы не можем отложить само собой люди которые там просто зашли совета спросить ждут им иногда долго ждут поэтому заходите на форум можете там и там ждать создавайте темы не стесняйтесь форум кайфовы кстати можно материться но только в меру там звездочками будет закрыта вот что у нас еще за группы есть также у нас есть второй канал на youtube туда я просто выкладываю там то что не попала на основной канал туда выкладываем то что по ходу было снято там то что не связано с автозвуком интересно все эти магнитофоны у нас имеют три пары межблочных выходов седьмая серия у нас имеет на тыловой панели по одному юсби выходу 94 50 и 96 50 уже по два также обратите внимание что разъемы магнитофонов у всех одинаковые кроме 94 50 у него разъем другого типа поэтому ну я я не думаю что у вас получится воткнуть но если у вас получится сюда воткнуть скорее всего вы спалите магнитофон по дизайну ну мне больше всех импонирует 94 50 наверно потому что у него моторизованная панель ну и дизайн самый такой не знаю вроде как похож на малина монолитное стекло без особых излишеств все эти магнитофоны у нас объединяет то что у нас нет блютуза ни в одном вот если вам нужен bluetooth тогда восьмую серию щитя на 5 на конце во всех магнитофонах есть пульт дистанционного управления и он действительно есть в комплекте если его нет в комплекте раньше была такая фишка я помню часто покупал магнитофон и говорили они тут нарисованы но не всегда есть разные комплектации это все хуйня их просто тупо крадут если вам говорят что пульт вообще нарисован просто вот вы цените магнитофоном его нет требуйте пульт он должен быть дальше поехали поддержка флаг есть во всех магнитофонах во всех есть микстракс во всех есть подсветка то есть все вот предыдущей модели мы вот эта рулетка была там в этом есть одно в этом есть другое в этом этого нет в этих магнитофонах есть если выбирать между ними я бы выбрал однозначно 9450 почему потому что и по графике он самый красивый и по панель моторизованная это это приятно когда они откидывается как на дешевках и глухая панель то есть дырки нету как на на седьмой серии в общем ну 9450 это мой выбор там вы сами смотрите 96 50 кратно хуже мне всем не понравился если выбирать по стоимости тут уж смотрите сами кишки у них в принципе у всех одинаковые так понимаю по звуку так первому на 76 50 50 в названии обозначает то что он для азиатского рынка ну насколько мне известно не знаю правда это или нет но в принципе похоже на правду это видно потому что у него в меню нет меню настроек нет русского языка у него тут языки вот есть разные даже такие русского нет входить в меню глубоких настроек теперь не по удерживанию кнопки source а по одинарному нажатию на крутилку здесь у нас меню с этап общий по моему особо выбирать ничего яркость контраст все такое вот в меню которое называется у нас этап мы можем выбрать что у нас будет воспроизводить сабвуферный канал либо за ну либо всю полосу либо собственно сабвуфер вот тут больше по настройкам ничего особенного нет так включаем это фон видим сразу что здесь сразу уже есть как это знать мультяшная графика если честно я должен признаться я не знаю как это правильно называет называется там жидкокристаллический там led и все такое поэтому будем называть вот это мультяшный экран а те которые у нас были в обзорах до этого дерьмовый экран поэтому вот здесь у нас уже вот начиная с серии 7 идет мультяшный экран у нас здесь видите вот такое подобие графики у кого был 55 alpine или или там 87 alpine сейчас должны расплакаться вот видя вот эту вот порнографию реально надо было мультики сделать сделали мультики вопросов нету потому что не нравится когда машинка а где машинка 50 машинка я говорю те кто видел 50 подожди с ними вот чтобы потому что у нас недопонимание сейчас тёма затраил я говорю тех у кого был 55 вот сейчас на это смотрят его ахуи потому что вот это порнография в 55 кайфового машинка ездить тоже спорит вот они дельфины они когда-то нанесли непопроверимый ущерб моей психики когда первый раз увидел пионер с дельфинчиками там еще и водолазы правда плавали вот можно сделать часы и так далее в общем этот у нас монитофон уже с интертейментом у нас здесь также настраиваемая подсветка по всякому вот можно сразу все настраивать вот уже достаточно богато выглядит магнитофон так дельфинчики есть давайте теперь посмотрим как он будет играть музыку как я говорил раньше мы будем смотреть что у нас по настройкам ну и делать предположение какой там цап к сожалению компания пионер отказалась проливать свет они вот показывают как и какие форматы бы воспроизводят монитофоны и говорят если микстракс а про звук сожалению должны догадываться поэтому основываясь на наших предположениях можете делать выводы вот на наших предположениях пока вторая третья серия это один и тот же цап 4 5 этот сап уже идет получше здесь сейчас посмотрим так что у нас здесь есть у нас здесь меню уже совершенно другое могу предположить что и настройки тоже другие так эквалайзер у нас здесь есть уже пятиполосный соответственно у нас уже просто получше так у нас есть три режима тон компенсации управление сабвуфером у нас нормал и реверс рассказывать про противофазию линии на хон так сабвуфер у нас уже регулируется вот гораздо круче у нас можно менять уровень сигнала сабвуфера менять срез крутизну среза менять менять нельзя вот какая крутизна остается только догадываться ну судя по картинке да какая-то там 4 но не факт у нас также есть bass boost у нас фильтр высоких частот здесь от 50 до 125 вот здесь провал то есть ну опять же про порядок у нас здесь ничего не сказано предыдущих магнитофонах у нас четвертым порядком мы резали до 200 герц ну чтобы было понимание это у нас этот канал не воспроизводил частоты ниже 200 герц то есть мы от динамиков отрезали самый низ чтобы они не сгорели здесь к сожалению у нас этот фильтр хуже вы должны понимать чем больше динамику приходится воспроизводить низких частот тем тише он может играть соответственно на самый максимум чтобы выкрутить там серединку вам нужно подрезать повыше на 200 на 250 герц так hpf провал поехали дальше фейдер баланс у нас уже вы вынесена на один экран это удобно и все все у нас то же самое поехали сначала и кстати они увидел и сала а мы потому что находимся сейчас в радио вот если вы находитесь где угодно не вне в радио у вас будет еще показатель сала это чтобы вы понимали общий уровень громкости относительно радио то есть если радио мы принимаем громкость 0 то если вы поставите сала плюс 4 вы будете переключаться на другие источники сигнала и у вас будет громкость выше выше чем радио а насколько вы выбираете уже здесь короче если у вас друзья сели и говорят я знаю как у тебя чтобы громче играла и ставят вам вот эту вот херню на плюс 4 будьте готовы к тому что если у вас до этого ничего не горело то скоро сгорит очень много примеров уже таких уст таких помощи в настройках у нас было у нас есть диск у нас есть аукс панель как не глухая дырка это как бы так себе вчерашний день и у нас здесь есть слот под sd memory card если модель магнитофона у вас заканчивается на буквами sd то это означает что магнитофон поддерживает карту sd карту сейчас мы поставим 7750 и посмотрим чем чем они отличаются чтобы было понимание здесь у нас есть уже все что было в предыдущих магнитофонах да у нас здесь есть микстракс есть флаг поддержка флаг формата у нас здесь есть об control у нас usb sd карта аукс три пары межблочников есть все кроме bluetooth а часто спрашивают можно ли выдергивать хвост из магнитофона и втыкать другой магнитофон сразу шучу никто никогда это не спрашивал шоу бы не хило дема показывает телефон тут у нас громадный шрифт огромные буквы начинаются сразу выебоны и вот по дизайну но он гораздо как это сказать клоунизирование чем предыдущий магнитофон посмотрим по языкам здесь тоже провал английский есть русского нет же новогодняя елка все дела все есть также мы входим глубокие настройки нажатием на крутилку также выбор заднего канала sub или или вся полоса в общем никаких изменений по настройкам нет mandora это я не знаю что можете в комментариях написать что что-то не 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 работает эта херня не работает да это в россии так как какой-то тюнинг европейский не знаю вот мне это значит напоминает вот старожилы смотрят же нас вот старожилы 90 помните bk 001001 кому ничуть говорит это дэн ты знаешь что такое bk 001001 это первый компьютер который сломал мне психику это bk это бытовой компьютер вот там игра была я как сейчас помню она называлась лоды раннер но он не в том виде как вот вы сейчас видели или даже те кто на дэнди застали а там была такая стрелочка и она уебывала от других стрелочек и чтобы там также про прожигала землю короче это было 001001 это обо всем горит там примерно мусорка же графика была ну спектрум да видите вот не знаю или это они на ностальгию решили надавить или или по другого не было ух ёпт ну вот реально dandy только вот такой провальный dandy посмотрим дельфины есть короче дельфинов нет есть вот вот это самая лучшая графика в этом аэтофоне и и оставим зато подсвет подсвет на подсветке не это не зажалась компания как всегда вот поставим белый не белый больше всего нравится давайте посмотрим аудио у нас фейдер баланс тоже dandy ужасно также 5 полос эквалайзер предустановки либо руками настраивать также тон компенсация в трех режимах также у нас управление сабвуфером в общем одно и то же тут сюда под эту же гребенку я извиняюсь ему не покажем у просто нигде нет я не нашел вось восьмую серию 8650 по моему 8700 он сейчас новый называться будет не помню а у них инструкция одна на двоих идет поэтому семерка и восьмерка будем считать одно и то же единственно что восьмой серии добавлен bluetooth насколько я из инструкции понял там остальное все то же самое цап я так думаю тот же самый вот программное обеспечение чуть другое и выглядит это по уебищный то есть учитывая что в этом аэтофоне поменялся дизайн посмотрим ну 7650 при включен при включении вы видели он гораздо лучше у него экран и вот вот это вот я бы не брал этот тетрис он задрахать машине ну реально вот прошлый век дэнди графика ужасно так ну задницы видим абсолютно одинаковые 76 50 77 50 короче разница у нас основная в графике комплектации у нас тоже 76 50 77 50 абсолютно одинаковые удлинитель и избе хвост пульт все в комплекте есть и теперь девятая серия ну смотрите основное отличие сразу вот 94 50 96 50 96 50 мальтофон как бы я так понимаю выше ну вот первое же отличие 94 50 у нас шоу вот с такой вот мягкой марлей на на панельке тут пытались защитить гораздо лучше магнитофон вот сами магнитофоном и в руки берем разницы разница у нас здесь колоссальная то есть у нас совершенно и так понимаю разные платы совершенно разными разное расположение магнитофона у нас разные что мы сразу видим что здесь бросается глаза у нас здесь два юсби уже на задней панели ну 94 50 у нас что-то похожее уже на 88 предыдущие да но вся разница в том что и в отличие от того же 80 процессора у нас здесь нет тут такой же дерьмовый стоит цап как и вот семерки восьмерки собственно ничего в магнитофоне нету если мы его включим и увидим что у нас здесь добавилось 2 теперь юсби у нас езди есть здесь поддержка всего и айфонов и и подов и андроидов и абсолютно всего по настройкам у нас здесь абсолютно все то же самое что и здесь есть мультики теперь футбол нифига уже не дельфины но графика такая же дерьмовая такая же дерьмовая как 76 50 77 50 вообще никакой еще в общем обычный стандартный пионеровский 5 кадров в секунду говнофильм настройки у нас абсолютно все те же самые фейдер баланс на одном экране тот же пятиполосный эквалайзер loudness в трех положениях в общем все то же самое абсолютно сейчас hpf если до 125 то у нас я так считаю что сап одинаковые до 125 дальше мы порезать не можем все абсолютно такие же мозги как в семерке-восьмерке сейчас посмотрим во что он эволюционировал в 9650 а еще важный момент хотел посмотреть сравнить 9650 здесь у нас моторизованная панель 9650 по моему ее уже нету сейчас мы в этом убедимся кстати очень очень живо работает да так хорошо так выключаю так 9650 смотрим вот вот такой вот банан панелька у нас уже не моторизованная понятно что к по какому пути идет компания пионер дизайн попроще ну практически уже как на 80 или точно такой же до 80 если сравнить сравнивать с 80 вот разница на лицо чуть-чуть по-другому расположены кнопки немножко другого цвета крутилки так в принципе так понимаю что это это 80 урезанный и есть так ну в первое впечатление херово и да вот убрали моторизованную панель посмотрим что внутри внутри у нас микс тракс посмотрим что у нас мультиками тоже дерьмовая графика и по настройкам не знаю удивлюсь или нет но почему-то мне кажется что тут все то же самое будет до 7 8 серия все то же самое ребят тоже высоковольтные выхода заявлены ну даже даже не знаю стоит ли в нем в нем дальше лазить у нас в принципе сегодня практически одинаковые магнитофоны в обзоре по качеству звука 7 9 серия должны отличаться от предшественников потому что у них заявлено высоковольтные выходы рца это само по себе уже дает усилителю возможность меньше трудиться давать лучший сигнал на выходе короче я это проверить не могу и не буду это очень долго но чисто на уровне ощущений в этих магнитофонах звук должен быть гораздо лучше чем в предыдущих то есть если раньше у нас на коробке блатовали мосфетом 50 на 4 то теперь у нас еще добавилась вот такая надпись high вольт то есть у нас высоковольтные выходы рца и судя по этой надписи если верить компании пионер эти магнитофоны должны играть лучше судя потом по первому впечатлению когда вот там 94 50 96 50 я увидел я бы однозначно выбирал 94 50 потому что вот этот обзор мы не зря затели вот начало до конца посмотреть да посмотреть на предыдущие модели мы прекрасно видим куда двигается компания пионер и в целом вот весь рынок автозвук такого автозвука не искать непрофессионального не спортивного автозвука любая компания тот же alpine если сравнить эти модели с предыдущими мы видим все время ухудшения 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 добавление новых функций следования там за какими-то модными трендами добавление подсветок добавление поддержки разных форматов но у нас все дерьмове идет звучание все дерьмове и качество исполнения магнитофонов у нас ничего подобного предыдущим моделям мы уже не видим если возьмете любой старый пионер вы по весу и по ощущению по материалам и по функционалу увидите что он был лучше соответственно ну надо искать золотую середину между новым магнитофоном всеядным магнитофоном и вот если смотреть на модели которые мы рассматривали сегодня здесь я бы выбрал 9450 он пока не слишком старый но у него еще сохранилась то как сказать дороговизна не так еще экономят да и панель моторизованные материалы лучше все остальное семерки выбирать исходя из цены я думаю если на девятку не хватает берите семерку принципе все также пишите если вы что-то там заметили не то я сказал исправляйте добавляйте свое пишите ваши там впечатление от магнитофонов вот следующие серии мы поговорим про 80 пионер и 99 пионер чтобы чтобы никто не сомневался вот она девяточка вот он медный олдскул знаете что его отличает от всех остальных пионеров вот про это мы и поговорим made in japan это настоящий японский пионер который стоит кучу денег про него мы уже снимали обзор следующем выпуске поговорим чуть более подробно